Ковровой бомбардировкой прошлась Украина по судостроительному заводу «Море». Именно так выразился вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, увидев своими глазами предприятие. Напомним, высокопоставленный гость прилетел в Крым с рабочим визитом, провел с первыми лицами полуострова заседание морской коллегии, посетил Севастопольское президентское кадетское училище, вертолетный завод, а также феодосийский судостроительный завод «Море». На закрытом объекте побывали наши корреспонденты. Рано утром, в субботу, вице-премьер вместе с первыми лицами полуострова на вертолете облетел судостроительный завод «Море». От увиденного Дмитрия Рогозина остался под впечатлением. Некогда известный во всем мире судостроительный завод «Море» производитель скоростных судов и кораблей военного и гражданского назначения, судов на подводных крыльях, на воздушных подушках, а также прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. Сегодня переживает нерадужные времена. На предприятии остались лишь несколько кораблей, построенные еще в 20 веке, и грудная металла. После увиденного Дмитрий Рогозин принял решение – завод необходимо модернизировать. Процесс запустится уже осенью этого года. Разрушенное наследство от Украины разберут и пустят на необходимое сырье и нужды Черноморского флота. Не надо ничего здесь хранить, как память облом. Эта память никого не вдохновляет. Завод обеспечит военными заказами. Для развития технической базы привлекут частное питерское предприятие. В будущем планируют разместить и гражданские заказы для туристической сферы. Прежде всего, это малые катера на подводных крыльях из мягкого металла, морские суда для перевозки людей и так далее, отметил Рогозин. Кораблостроительные предприятия, в том числе крымские, они должны сейчас видеть перед собой перспективу не только военных заказов, быстрых военных заказов, но и гражданских заказов. И вот как раз специализация завода «Море», специализация феодосийского кораблестроения состоит в том, что здесь можно разместить гражданские заказы, прежде всего, для туристической сферы. Ну, то есть катера на подводных крыльях, значит, из мягкого металла, сказать, вот то, что необходимо для перевозки людей, для того, чтобы они видели всю красоту Крыма. Приезд высокопоставленного гостя ускорит процесс загрузки предприятий обороны промышленного комплекса, уверен глава республики Сергей Аксенов. Вот такие выездные совещания, которые Дмитрий Олегович проводит военно-промышленная комиссия, морской коллегии, как раз способствуют тому, что должностные лица получают ускорение, в итоге уходят протокольные поручения. Так или иначе, на сегодняшний день пути решения практически по всем вопросам найдены. То, что сегодня сделал Дмитрий Олегович, я, честно говоря, за два года вижу первый раз. Я им очень признателен за это, уверен, что это основа для развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Те 30 ключевых предприятий, у нас их еще больше, есть перспектива их развития при таком подходе. В целом, как отметил Дмитрий Рогозин, крымский и севастопольский оборонно-промышленный комплекс требуют глубочайшей модернизации, серьезного системного подхода, внимательного отношения и больших денег. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Феодосия.